Всем привет! Меня зовут Червякова Татьяна. Сегодня я вам расскажу, как приучить котенка к лотку. Если малыш живет у вас с рождения, то приучать к лотку можно начинать с возраста четырех недель. Если вы берете котенка в возрасте трех месяцев, то приучать можно начинать уже после того, как вы принесли котенка домой. У вас должно быть уже все готово к появлению малыша, то есть приобретено все необходимое. Лоток, наполнитель, организованное место, где он будет, собственно, стоять этот лоточек и далее все необходимые когтеточки, лежанки и так далее, мисочки. Чтобы приучить малыша к лотку, необходимо соблюдать некоторые рекомендации, о которых я вам сейчас расскажу. Для начала необходимо познакомить вообще котенка с лотком, поставить его в лоток с наполнителем, дать ему освоиться, дать ему понюхать. Обычно котята инстинктивно начинают копать лапкой лоток и опорожнять лучевые пузыри кишечника. Если этого не происходит, котенку нужно немножечко помочь. Это происходит следующим образом. Вы проводите по наполнительным пальцам и имитируется таким образом движение лапки, как будто вы копаете. И котенок начинает за вами повторять, и, соответственно, все происходит точно у моего пути. Если котенок не понимает, что происходит, то необходимо перейти к другим шагам по обучению. Обычно они опорожняют ночевые пузыри кишечника после того, как они поспят и после того, как они покушают или попьют воду. Нам нужно использовать эти моменты, то есть после того, как котенок поспал или покушал, нам нужно его аккуратненько поместить в лоток. И опять-таки, если он не понимает, что нужно копать, наполнитель ему показать. Для этого необходимо немножечко терпения. Самое главное, что не надо делать, это наказывать котенка, ругать его, тыкать мордочкой в лужицу, если он сделал ее в неположенном месте. Это, к сожалению, котенка ничему не учит и разрушает ваши отношения, собственно, с животным. Еще такой момент, если котенок сделал все правильно в лоточке, нужно его сразу наградить, то есть или похвалить, почесать за ушком, или дать какое-нибудь вкусное лакомство. Единственное условие, это нужно сделать прямо в лоточке, прямо на месте, чтобы он понял, что он сделал что-то правильно, и ему сделали что-то хорошее, да, вознаградили за его труды. И чтобы у него складывались положительные ассоциации с местом, с действием, и в дальнейшем он будет использовать этот лоток по назначению.